Сегодняшнюю ночью 16-ти квартирный дом по адресу проспект Дружба 27А, в котором накануне произошел пожар, пустовал. Жители разъехались по друзьям, знакомым, кто-то ночевал в машине, ведь находиться в доме невозможно. Несколько квартир выгорели полностью, некоторые пострадали частично, а в тех квартирах, которых огонь не коснулся, стоит едкий запах гари и все залито водой. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Здесь все выгорело дотла. Мебель, посуда, одежда. Уже из этой квартиры огонь начал распространяться на другие. Дом деревянный, все происходило быстро. В этой квартире проживала ветеран Великой Отечественной войны Александра Гусева. 92-летнюю старушку в халате и тапочках из пожара выносили сотрудники МЧС. Они действовали по инструкции. Прибыв на место происшествия через несколько минут после вызова, в первую очередь пожарные бросились спасать людей. По прибытию было видно, что сильный густой дым из окон первого этажа, со второго эвакуировали детей и женщину. Затем проводили разведку по наличию людей. Со второго подъезда было эвакуировано две пожилые женщины. Однако одну женщину спасти не удалось. 54-летняя жительница дома погибла по предварительной причине, отравившись угарным газом. Следственный комитет проводит по этому факту проверку. Остальные жильцы потеряли имущество. Сегодня их пригласили в администрацию. Власти города и района готовы помочь погорельцам, но расселить сразу всех возможности нет. Я хочу, чтобы мы друг друга нашли понимание. Дело в том, что столько квартир не в городе, у нас районная администрация вообще не занимается жильем. Жилья на сегодняшний день нет, чтобы вас расселить. По возможности будет приниматься решение. Все равно без жилья вы не останетесь. Но на первых порах вы должны понять, что если у кого-то есть родственники, где-то возможность проживания. До того, как мы определимся, что все-таки делать и куда вас расселять. Под какую программу может включить, как-то получится. Там с правительством будем работать. Будем вот это вот смотреть. В течение 10 дней, пообещали власти города и района, специальная комиссия проведет полное обследование дома. И будет принято решение – восстанавливать дом или сносить. По словам Александра Харонова, в интересах жителей дом все-таки восстановить. Ведь на это уйдет гораздо меньше времени, чем на строительство. Если мы примем решение о том, что мы будем под вас строить какое-то жилье, может быть. Я не говорю, что мы будем строить. Мы будем смотреть сейчас. Поэтому придется тогда вам полтора-два года ждать. Это как минимум. Поэтому давайте, да, вот сегодня мы, я спрашиваю, да, у кого есть возможность переехать куда-то, вот пока временно там, да. Мы сейчас проговорим там за 10 дней, да, вот где-то остановиться. Чтобы мы спокойно сегодня зашли в этот дом, спокойно его просмотрели, составили диафектовку и приняли решение. Тем жильцам, которые не имеют возможности жить у родственников, пообещали предоставить временные комнаты в общежитии. Ну и, конечно, всех интересует вопрос, что стало причиной возгорания. Предварительное электрооборудование. Но это предварительная причина. Я ее сейчас подтвердить как окончательную не могу. Все жители дома написали заявление на получение материальной помощи по линии соцзащиты. Ее выделят сразу. А вот когда люди смогут вернуться домой, станет известно через 10 дней. Продолжение следует...